Поп, экспериментальный инди-фолк и джаз на одной сцене. В эти минуты в Казанском парке Черное озеро проходит первый парковый фестиваль инструментальной музыки «Октава». Под открытым небом выступают диджеи, единственные гусляр по Волжье, дамристы и известные музыкальные группы. Сейчас на концерте работает и наш корреспондент Салават Мухамадуллин. Салават, не помешала ли погода фестивалю? Добрый вечер Даяну, но погода практически не помешала фестивалю. Сейчас один из немногих моментов, когда музыканты сменяют друг друга на сцене. Но что касается зрителей, здесь, грубо говоря, сотни, и, как они сами говорят, согревают их музыкой. И, конечно, пледо здесь и молодежь, и взрослые, и старшие поколения. Согреться можно и на фудкорте стаканчиком кофе или полакомиться пиццей. Но что касается самого концерта, то здесь совершенно самые разные группы. Выступил уже единственный в Положье гусляр и казанский дамрист Регина Абзалова. Ну и сейчас я предлагаю послушать отрывок из выступления группы, которая в своей музыке использует мотивы старых народных песен, в том числе и татарских. Давайте послушаем. Мы сейчас заметили, что вот люди сюда приходят просто по пути, прогуливаясь по парку, видимо, после работы, и останавливаются, и становятся участниками фестиваля. Сам фестиваль называется «Октава». Это такая площадка для свободы творчества. Музыканты могут экспериментировать со звучанием инструментов. Здесь и джаз, и поп, и инди-фок. В общем, на любой вкус и цвет. И, естественно, предлагаю послушать эмоции и впечатления от самого концерта зрителей. Очень хорошо. Если только вот немножко погода, немножко испортится. Все круто. Да, даже дочка у нас уснула под эту музыку, особенно под гусляра. Все нравится? Нам было очень интересно сюда прийти, увидеть народные инструменты. Родные? Да, родные, как говорится, здесь вот и дом. У нас в Узбекистане, кстати, вот эти инструменты тоже есть. Все здесь продлится до 10 часов вечера, так что у вас, дорогие зрители, еще есть возможность прийти сюда и присоединиться к фестивалю. Наяна, передаю вам слово. Спасибо, Салават. И на этом у нас все.